В рамках окружных сельских спортивных игр в Ярстеле прошли соревнования по Северному Магоборью, приуроченные к 90-летию Ямал-Онецкого автономного округа и Кубок Янау по Северному Магоборью, посвященный памяти Александра Белого. Участие в соревнованиях приняли команды из города Салихард, Тазовского, Приуральского и Ямальского районов. В Ярстеле прибыли самые сильнейшие спортсмены. Окружные соревнования здесь только сильнейшие спортсмены приехали. Нас даже по условиям соревнований ниже первого разряда спортивность не допускается. На сельских играх выступают рабочие, на Кубке Белого могут, в принципе, даже и школьники, и студенты, то есть все, все желающие. Каждый участник закрывает все пять видов. У нас новый состав, молодой. У нас многие по выпускались, уезжали, поэтому у нас новый состав. После пандемии тяжело войти в форму, все с марта месяца уже разбежались, и вот сейчас, с конца августа, начали только приходить в форму потихонечку. Торжественная церемония открытия окружных соревнований по Северному Магоборью состоялась в центре Арктика. Спортсменов поздравили вокалисты ЦНК, танцевальной группы ФСЦ «Лидер». С приветственными словами выступили заместитель главы Ямальского района Галина Матвеева, а также советник главы Хатяка Езенги. Гости пожелали участникам и дальше продолжать традиции северных единоборств, успехов в состязаниях и спортивной удачи. Всем огромное спасибо за то, что нашли возможность приехать и продолжить традицию этого великолепного турнира имени Белого. Ямальский район рад приветствовать вас на своей земле в этот знаменательный год 90-летия округа и 90-летия Ямальского района. Всем добро пожаловать, всем хороших тренировок, отличных результатов. Сразу после торжественной части спортсмены начали готовиться к состязанию в беге с палкой по пересеченной местности. Маршрут был проложен по берегу Ярсалинского сора. Дистанция для девушек и парней разная. Юноши бежали 3 километра, девушки 2. Спортсмены стартовали по очереди. Основные правила в этом состязании – пробежать всю дистанцию с палкой. И если участник не донесет снаряд, то снимается с соревнований. Все спортсмены выложились по полной. Альбина Худи, представительница Ямальского района, заняла второе место. Уступил своей сопернице всего несколько секунд. Девушка признается, что было нелегко. В ту сторону бежать как-то было легче, потому что ветер помогал. А в обратную сторону уже ветер в лицо. Скорость немножко теряется. А так я довольна. Ну, немножко устала, конечно, но уже все, восстановилось. Решающими стали секунды и для нашего Ивана Худи. Бежится очень, в принципе, легко. Но единственное, что песок, песок дополнительно тормозит тебя. Он не цепляет кроссовкам, так что приходится буксовать немножко. А так бежится хорошо, погода отличная. Палка тоже неудобство дает немножко. Ну, потому что мешается все равно. Не то, что просто бежишь. Спортсмены состязались в таких дисциплинах, как метание тензиана на хорей. Метание – это пора на дальность. Прыжки через нарты. Тройной прыжок и бег с палкой по пересеченной местности. Первыми прошли испытания по тройному национальному прыжку. Техника такая. Спортсмен отталкивается двумя ногами и делает три прыжка без остановки. Победителем в этом виде стал Давыд Акатета. Я почти 9,99, почти 10. Это мой поколичный рекорд. Ну, на тренерку было получше. Третий день соревнований открылся интересным и сложным видом северного многоборья – метанием топора на дальность. Поединки проходили за поселком, на открытой местности. По правилам для проведения соревнований разбивается специальная площадка шириной 50 метров и длиной 200. По правилам, то есть спортсмен метает топор, он должен обязательно вот именно в коридор упасть. Если он упал за коридор, право-лево, то это уже не считается. Это считается попытка. Вот. И топор должен быть, что у мужчин, что у женщин, 350, то есть меньше 350 не принимаются на соревнованиях. Вот. Также при броске нельзя делать заступ за линию. То есть это тоже нарушение считается. Пока представители сильного пола кидали топор, девушки приступили к метанию тензиана на хорей. Каждому игроку давалось по три попытки. Каждая до первого промаха. Восемь попаданий тензиана на хорей. Это рекорд общероссийского масштаба. Непроведение окружных соревнований установила представительница Тазовского района Юлия Юдина. Среди парней также есть громкий результат. Новый рекорд метания тензиана на хорей – 209 попаданий. Его установил наш Виктор Вануйта. В общем числе участников окружных соревнований несколько кандидатов в мастера спорта. Один из таких – Павел Лаптандер. Северными единоборствами занимается более 15 лет. В начале начал в 2005 году, когда был студентом первым курсом. Как закончил, и по всему день уезжаю в основном на окружные соревнования. Это в город Натым. Но последние четыре года я не занимался. В данный момент решил себя проверить, насколько есть у меня силы, остались способны себя проверить, сравнить с молодыми спортсменами, насколько у них есть способность. Ну, спортсмены молодые, они более активные, есть результаты очень хорошие. По итогам соревнований за счет сельских спортивных игр Ямал-Невского автономного округа первое место выиграла команда Ямальского района, второе – представители Тазовского района, а третье – спортсмены из Приуралия. В соревнованиях за счет Кубка памяти Александра Белого победила команда из Салихарда. Второе место взяли представители Ямальского района, третий результат показали тазовчане. Специальным призом Ямальского района в общественном движении коренных малочисленных народов Севера Ямала награждены Юлия Юдина и Виктор Вануйта, установившие рекорды в России метания тензиана на хорей.